Военнослужащие срочной службы, которые уже отслужили положенный срок, стоят на том же месте, где не так давно давали клятву на верность Родине, принимая торжественную присягу, на площади церемониала в Брестской крепости. Сейчас у них другая задача – проститься со знаменем части. В глазах молодых людей считается радость и волнение. Совсем скоро они увидят лица родных, друзей и начнут новую жизнь без армейской службы и товарищей по оружию. Буквально полтора года назад, год назад у кого, они здесь же принимали военную присягу. Стояли еще юными мальчишками, с большими глазами, растерянными, не знали, смотря в неизвестность. Сегодня это уже, конечно, мужчины, окрепшие физически, окрепшие духовно и морально, которые в дальнейшем, я уверен, принесут огромный вклад в развитие экономики нашего государства и обороноспособности нашей страны. Традиционно во время торжественной церемонии прощания военнослужащих со знаменем части проходит и награждение тех, кто внес свою лепту в обороноспособность Республики Беларусь, а это порядка 200 человек. Каждый из них успешно освоил военную учебную специальность, активно участвовал в соревнованиях, демонстрировал свои знания и умения на полевых выходах и при выполнении учебно-боевых задач. Гордиться есть чем, ведь не зря говорят, что служба в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде элитная. Мы заняли первое место в марш-броске на 5 километров в вооруженных силах, наши военнослужащие, наши бригады. Также заняли первое место в соревнованиях на лучшую снайперскую пару. И в соревнованиях про копашную бою наши военнослужащие также занимали призовые места. Время службы для военнослужащих пролетело очень быстро, но продуктивно. Молодые люди научились ходить строевым шагом, освоили навыки обращения с оружием и покоряли небесные просторы. Теперь у каждого из них начнется новая жизнь с теми знаниями и умениями, которые подарила им служба в армии. В первую очередь меняется ощущение к жизни, меняется отношение к людям зачастую. И вырабатывается какая-то стойкость моральная, чтобы моральный дух улучшается. Намного легче становится работать с людьми, меняется вообще понимание того, как нужно общаться с людьми. Приобрел, честно, много опыта в боевой подготовке. Мы преуспели, у нас взвод, коллектив налажены, все работали, чуть ли там не рвали всех. Старались везде занимать самые достойные места, показывали мастер-классы. За это огромное спасибо командиру. Он у нас подготовил, из нас сделал настоящих гвардейцев. Это было незабываемое полтора года. Тяжело будет, конечно, их забыть. Были и неудачи, и радости. Что-то получилось, что-то не получилось. Бригада закалила нас. Новоиспеченные дембеля вернутся домой настоящими мужчинами, которые успели пройти школу жизни. На ритуал прощания со знаменем, как и торжественная присяга, останется в сердцах военнослужащих навсегда, как и в памяти их родных, которые приехали не одну сотню километров, чтобы присутствовать на торжественной церемонии. Полтора года прошло. Да, для нас это, может быть, немножко трудно было, особенно первое время. Но теперь, да, мы уже привыкли, и я уже счастлива, что он будет дома. Очень рад, что приехали в такой небольшой, скажем так, праздник для меня, для моей семьи. Ведь возвращаясь обратно домой, очень рад, что все родные были в этот момент рядом. В чеканья шаг молодые люди отдали честь знамени части, чтобы отправиться на гражданку, где их уже заждались близкие и родные. Ирина Кузьмич, Павел Малашинок, Александр Бакаревич, телекомпания Бук-ТВ.